SCP-1156-RU Домашний марафон фильмов Дэвида Линча Объект SCP-1156-RU Класс объекта – безопасный Особые условия содержания Все экземпляры SCP-1156 хранятся в стандартной ячейке для аномальных объектов в хранилище Зоны 7. Запрос на повторные попытки восстановления данных необходимо проводить исключительно по предварительному согласованию с доктором Комовым. Описание SCP-1156 – общее обозначение 8 видеокассет формата VHS. Каждый экземпляр пронумерован от руки цифрами от 1 до 8. Объекты с номерами от 1 до 7 представляют собой стандартные кассеты для записи марки Т-180. Длина ленты – 368,8 метров. Время записи в стандарте – 480J. От 3 до 9 часов. Сам номер нанесен черным маркером на специальную наклейку. На 8-й кассете наклеен фабричный стикер фильма «Шоссе в никуда» 1997 года. Цифра 8 нанесена губной помадой яркого красного цвета поверх названия ленты. Материал, записанный на пленку, каждый кассеты сильно поврежден. И до сих пор фонду не удается восстановить содержимое имеющимися средствами. Применение SCP и SCP а также технологии TNG 4.16 не дало результатов. История обнаружения. В 9.45 утра 5 ноября 2017 года младший научный сотрудник Комов, вернувшийся из столовой с чашкой кофе, обнаружил на своем рабочем месте крупную картонную коробку с надписям-маркером. Судя по записям с камер наблюдения и показаниям коллег, размещенных в той же зоне открытого офиса, объекты схожих габаритов не выносились на этаж в тот день. Но сотрудник утверждает, что когда он явился на свое рабочее место к началу рабочего дня, коробки на его столе не было. В ходе проверки логов системы безопасности было обнаружено, что на КПП-8 в 8.57, через 15 минут после входа младшего научного сотрудника Комова на территорию учреждения, была проведена пустая пропускная карта. Поначалу охрана зафиксировала это как системный сбой, но после обнаружения объекта было инициировано внеплановое обновление протоколов безопасности и пропускных кодировок. Исходя из того, что надпись на коробке содержала явную угрозу в адрес младшего научного сотрудника Комова, восстановлению данных на кассетах был назначен высший приоритет, а сам сотрудник был временно переведен в охраняемое общежитие зоны, а за частным домом в его собственности велась слежка в течение недель. В течение всего времени наблюдения агентами не были обнаружены следы проникновения третьих лиц на частную территорию или какие-либо признаки пребывания посторонних на первом этаже и чердаке дома. Посреди постройки на прилегающей территории среди пищевых отходов был найден футляр помады, израсходованный до основания. Состав красящего вещества идентичен тому, которым был нанесен номер 8 на одну из присланных кассет. Получение доступа к записям SCP-1156. Введите код подразделения 042-47. Доступ для сотрудников отдела антимеметики разрешен. Сообщить куратору да нет? Нет. Не забудьте принять мнестики. Приятная работа. Первое. Начало записи. На кадре видна молодая женщина с длинными темными неухоженными волосами, одетая в кремовую блузу и сильно заношенные джинсы. Далее обозначенная как JRL. Она сидит на угловом диване в плохо освещенной подвальной комнате напротив камеры. За спиной девушке видна лестница, выходящая вверх. За стену и перегородку. Под лестницей приоткрыта дверь в обустроенный санузел. JRL переводит взгляд с камеры куда-то выше, предположительно на оператора. Она открывает рот, будто собираясь заговорить, но тут же его закрывает, нахмурив брови. Слышен характерный щелчок отключения микрофона, после чего звуковая дорожка отсутствует несколько минут, в течение которых девушка кивает и иногда что-то коротко говорит. После следующего щелчка микрофон включается. JRL. Да поняла я. Записывать по максимуму, говорить как можно больше. Слышно два очень тёмких коротких удара, от которых изображение слегка подёргивает. Девушка быстро переводит взгляд в камеру. Для этого маленького эксперимента меня зовут Миранда, мои потенциальные друзья и коллеги. Сегодняшнего дня я проведу увлекательную и свободную от рабочих хлопот неделю в тихом, спокойном месте, любезно предоставленном моим хорошим другом. Подмигивает оператору. И конечно, чтобы мой отпуск не был нарушен, девушка достаёт растрескавшуюся чёрную барсетку и вынимает из неё мобильный телефон. Она начинает возиться с ним, пытаясь вскрыть отдел для сим-карт. Но в кадре появляется мужская рука, кожаные перчатки, и аккуратно забирают у неё телефон. JRL некоторое время смотрит за камеру с явным удивлением, затем снова кмурится. JRL. И к чему такая секретность? Я уверен, у тебя сюда даже Wi-Fi не добивает. Тем более, если что-то случится, то я могла бы и на телефон записывать. Явно удобнее. Да и когда я работала с блюхером... После щелчка микрофон отключается на несколько минут. Девушка напряжённо отодвигается на диване. Поднимая плечи, она быстро отводит глаза. И когда снова начинает говорить, микрофон включается. JRL. Не, впредь я буду осторожнее. Но нам тогда сказали, что по возможности запись следует вести в цифре и на плёнку. Мне так было бы, наверное, спокойнее. Короткое громкое постукивание, после которого девушка вновь начинает смотреть объектив. Итак, всю эту неделю в программе сбалансированное порционное питание. Куча фильмов, здоровый сон. И я, умница Миранда. Камера шумом отодвигается назад. В кадр попадает журнальный столик перед девушкой. И кинескопный телевизор, стоящий на тумбочке напротив дивана. В тумбочке видны несколько рядов кассет. Та же рука в перчатке кладёт на стол небольшой непрозрачный контейнер со сцарапанной маркировкой. JRL медленно достаёт оттуда футляр губной помады и осматривает его. JRL. Это точно безопасно? Только наблюдение? Быстро переводя взгляд с помады на оператора и обратно, девушка подходит к экрану телевизора и красит губы перед ним. Ну вот, теперь не только умница, но и красавица. Подойдя в плотную камеру, она нагибается и имитирует поцелуй прямо в объектив, после чего смеётся. Эй, мне же идёт? Надеюсь, что так. Потому что если всё пройдёт, как ты планировал, именно в таком виде я и останусь в архивах. А теперь показывай, как правильно пользоваться этой штукой. У меня даже в детстве ничего подобного не было. После секундного замирания запись продолжается с немного другого ракурса. Дверь под лестницей теперь закрыта. Девушка сидит на корточках перед телевизором, перебирая кассеты. Джейрал. Да, надо было убедиться, что тут будут интересные фильмы. Что это вообще такое фантастика? Больше похоже на какой-то арт-хаус. Боже, надеюсь, это не арт-хаус. А то потом фиг поймёшь, от чего у меня шифер потёк. От объекта или же от преддозировки авторскими концепциями. Вытягивает в сторону камеры коробку от кассеты с фильмом Дюна 1984 года. Начнём, пожалуй, с вот этого. И если вам будет интересно, почему именно он, здесь гораздо больше знакомых мне актёров, чем в любом другом фильме его коллекции. Девушка включает фильм и устраивается на диване. Поначалу она часто комментирует появление того или иного актёра, озвучивая в сторону камеры, откуда она их знает или на кого те, по её мнению, похожи. Спустя час просмотра она совсем перестаёт говорить, а затем засыпает. Когда фильм заканчивается и телевизор выключается, слышно, как Джейрал храпит. Через приблизительно 4 часа она просыпается, идёт в комнату под лестницей. Слышен отдалённый шум воды. Когда она выходит и направляется к камере, её фигура вне фокуса. По мере приближения начинается повторная фокусировка, но запись замирает на размытой фигуре женщины в течение 30 секунд. Далее идёт фрагмент совсем другой съёмки, который осуществляется с руки на ходу. Звуковая дорожка отсутствует. В камере видна со спины высокая рыжеволосая женщина. Она идёт перед камерой по лесистой территории, изредка оглядываясь и что-то говоря оператору. Когда они сворачивают с дороги к одноэтажному дому с небольшим участком, оператор начинает идти вперёд, оставляя женщину позади. Обойдя дом, оператор подходит ко входу в подвал. Рука в перчатке открывает её и делает приглашающий жест. Рыжеволосая женщина проходит мимо, улыбаясь в камеру. Заметно несколько родинок на левой скуле. Когда оператор опускается за ней, кадр темнеет для фокусировки. На секунду включается звук и становится слышать характерный звук открывающегося холодильника. Конец записи. Начало записи. Девушка отходит от камеры. Видно, что она уже нанесла макияж. На столике перед диваном несколько пластиковых бутылок воды. Пустой контейнер для еды с остатками овощей. И пачка рваных салфеток. Джерел. Доброе утро. Хотя, скорее всего, сейчас уже за полдень. Но сегодня второй день моего преспокоенного отпуска. А значит, утром теперь считается время, когда я проснулась. Девушка склоняется к полу и шарит в старой барсетке, которая то и дело мелькает на границе кадра. Спустя несколько секунд она достает складное зеркальце и начинает поправлять помаду. При помощи обрывка салфетки. Джерел. Правда, проснулась я уже давно. Успела позавтракать и немного привести себя в порядок. Улыбается в камеру. Надеюсь, такие потери времени не критичны. На самом деле, это было неожиданно долго. В ванной воняет так, будто в трубах кто-то сдох. Вероятно, это от того, что ей редко пользуется. А то и неудивительно минимум удобств. Но вчера мой друг наладил там вентиляцию. И вроде как должно было стать лучше. Но нифига. Набрала в бутылке из-под минеральной воды. Она. Тянется к одной из пластиковых бутылок. Открывает её и принюхивается. Вроде не пахнет. В любом случае, прокипячу. Подойдя к телевизору, девушка демонстрирует в камеру коробку от кассеты фильма «Синий бархат» 1986 года. Джерел. Сейчас я попытаюсь развлечь себя, читает с коробки, детективным триллером. В связи с болезнью отца, Джеффри Бомон был вынужден на время оставить столичный колледж и вернуться в родной город. И ему пришлось пережить целый ряд загадочных и страшных событий. Всё началось с того, что неподалёку от дома он нашёл человеческое ухо, которое сдал в полицию инспектору Уильямсу. Звучит как нормальное кино, да? Разворачивает коробку лицной стороной к себе, хмурится и постукивает по ней ногтём. Всё никак не могла вчера вспомнить, откуда зная именно этого актёра. Никогда вроде не увлекалась триллерами или фантастикой, но точно что-то с ним смотрела. Видимо, не понравилось, раз не помнила. Девушка включает фильм и идёт обратно к дивану. Через некоторое время она встаёт, берёт бутылку воды и уходит куда-то за камеру. К звукам фильма добавляется булькань воды, а затем характерный звук кипящего чайника. Джерел. А, блядь, вбегает в кадр с чашкой, от которой поднимается пар. Извините, что особо не комментирую, киноты действительно интересные. Да и на самом деле нет у меня привычки болтать во время просмотра. Поставив чашку на стол, она опять наклоняется к сумочке, но быстро откидывается обратно на диван. Джерел. И привычки носить с собой маникюрный наборчик у меня тоже нет. Хотя с его паранойи мой друг явно бы всё отобрал. Там же... Взмахивает руками, повышая голос. Ножнички, пилочка. Девушка досматривает фильм молча. В течение оставшегося времени иногда она начинает обгрызать ногти, но быстро обращает внимание, что пальцы пачкаются о помаду и прекращает. Когда телевизор отключается, она встаёт, начинает вытирать пальцы и снимать макияж салфетками со стола. Так как она делает это стоя, перед самой камерой, её голова почти полностью скрыта за кадром. Затем она вновь удаляется за обзор камеры, после чего слышно, как открывается холодильник. Джерел вбегает в обзор камеры с пластиковым контейнером в руках и долго вглядывается в направлении лестницы. Из-за резких движений смена кадров иногда зависает и сопровождается мелкими помехами. Джерел. Эй, там кто-то есть? Девушка уходит вглубь комнаты, где её фигура вновь оказывается вне фокуса, и осматривает лестницу, после чего пожимает плечами и возвращается на диван. Следующие несколько часов звуковая дорожка отсутствует. Часть мелких помех не удалось нейтрализовать. Девушка едва угадывается сквозь визуальный шум, но видно, что она ест рис с овощами, споласкивает контейнер водой из бутылки, и затем, судя по жестикуляции, некоторое время что-то увлечён рассказывает в камеру. После суммарно пяти часов видео она мажет объектив рукой и выключает запись. Конец записи. Третье. Начало записи. Съёмка ведётся со стороны водителя в небогатом салоне крупной машины. На переднем пассажирском сидении сидит женщина лет 35, со светлыми вьющимися волосами до плеч. В руках с аккуратным французским маникюром она вертит маленький непрозрачный пластиковый контейнер с напечатанной маркировкой, не в фокусе. Женщина. Не верится, что ты на такое решился. Низший приоритет не означает списанный, и уж тем более не означает полностью безопасный. Слышен мужской смех, а затем громкий шорох в микрофоне, после которого некоторое время на звуковой дорожке не регистрируются никакие звуки. Женщина открывает бардачок и достает оттуда папку с двумя листами бумаги. Она быстро перелистывает их и заглядывает в контейнер. В нем заметен небольшой лакированный черный цилиндр. Женщина. Думаешь, ты там самый умный? Она переводит взгляд с бумаг на оператора. Ее глаза выглядят воспаленными. Похоже на конъюнктивит. Что вообще для тебя значит, наблюдали недостаточно? Доктора всегда наблюдают ровно столько, сколько нужно. Если в итоговой документации нет информации о подопытном, значит он или не был нужен, или была какая-нибудь... Возвращается к папке. С которой даже полезных или новых данных не удалось получить. Они иногда так делают. Если все проходит в пределах нормы, чтобы сэкономить на постконтроле. Такое можно нормально уточнить у куратора. Шорох вновь перекрывает звуковую дорожку на несколько секунд. Блондинка в кадре выглядит удивленной. Женщина. Верно. Дольше, чем ты. Гораздо дольше. На самом деле почти 12 лет. Но... Трет глаза. Меня все устраивает. Должность выше несет еще больше ответственности и нагрузки. А мне и того и другого более чем хватает. А вот тебе одного этого... Встряхивает контейнер. Явно не хватит, чтобы пробиться так высоко. Микрофон опять вручную перекрывается оператором. Женщина начинает смеяться. Женщина. Нам? Не. Не-не-не. Если у меня вдруг окажется достаточно свободного времени, то я точно не буду тратить его на домашнюю работу, чтобы порадовать учителя. Она переводит взгляд в объектив и направляет на зрителя палец. Женщина. Я сразу поняла, что записываешь ты для шантажа или вроде того. Наклоняется вперед. За обзор камеры. Шепотом. Извини, но я в этом участвовать не буду. Ну и не сдам, конечно. Блондинка убирает контейнер в бардачок и выходит из машины. За окнами видна огороженная стоянка. Уже снаружи женщина наклоняется в салон и машет рукой. Женщина. На самом деле я буду очень рад, если у тебя всё получится. Но прошу, будь осторожна, не торопись. Туботсов и так на хорошем счету. Не заставляй меня потом чувствовать себя виноватой за выговор тебе. Кадр зависает на пару секунд. Далее запись продолжается в подвальной комнате. GRL в кадре. Она сидит на диване прямо перед камерой. Помада наложена неровно. На левой части лица появилось несколько пигментных пятен. Точечные кровоподтёки. GRL. Девушка наклоняется вперёд, продолжая глядеть объектив. Её глаза влажные. Она резко бьёт руками по столу. GRL. Считает, что это объяснение того удара по яйцам, что ты получишь через 4 дня. Она фыркает и выключает камеру. Конец записи. 4. Начало записи. Макияж девушки, сидящей напротив камеры, сильно смазан. Видны потёки слёз. Волосы грязные, спутанные. Глаза сильно воспалены. В уголках заметно скопление гноя. GRL. Я всё-таки продолжу делать записи. Мне доступен не самый большой выбор развлечений, а запах из ванной будто только усиливается. Но сегодня четвёртый день. А это значит, что уже через 3 дня выкладывает на стол перед собой кассеты с номерами 5-7. Я тебе как следует врежу. Девушка подходит к телевизору и долго смотрит на ряды кассет. Затем мотает головы и вставляет одну из кассет в магнитофон. Коробку от неё она бросает в дальний угол лестницы, где лежат смятые пластиковые бутылки и контейнеры. А также ворох испачканных красным салфеток. GRL. В этот раз целый сериал. На 12-ти, сука, кассетах. Опять тот актёр со стрёмным подбородком. Какая-то нездоровая подборка фильмов. Как будто ты одержимым. В курсе? Она резко откидывается на диван так, что в кадре видны только её колени и руки на них. В течение 3,5 часов она смотрит первые три серии сериала Твин Пикс 90-го года. Когда играют финальные титулы третьей серии, девушка наклоняется вперёд, хлопает себя по коленям и указывает пальцем на экран. GRL. Точно. Я вспомнила, где его видела. Играл мужа одной из главных героинь в старой женской мелодраме с кучей сезонов. Мало какая девушка его в своё время не видела. Вот уж не ожидала такой разницы в жанрах. Лучше б тут завалялась пара кассет с тем сериалом. Девушка поднимается вставить новую кассету, но спотыкается о журнальный столик, отчего камера падает и переворачивается на бок. Запись продолжается с неверной ориентацией. Транслирующий сериал телевизор оказывается в верхней части кадра, а нижняя половина экрана дробится на четыре полосы горизонтальными помехами. В каждой полосе дублируются женские колени и лежащие на них кисти рук. Видимые части тела принадлежат разным женщинам и двигаются асинхронно. Звуковая дорожка не содержит помех, но воспроизводит только звуки, издаваемые телевизором. Спустя еще три часа девушка совершает неопределенное движение, и любые признаки живых людей пропадают из кадра на минуту. Затем кто-то ставит камеру в прежнее положение. Помехи пропадают. Джерелл стоит перед объективом и растирает по руке маслянистое красное пятно. Джерелл. И, извини, я расстроена, но не хотела сломать камеру. Надеюсь, все в порядке. Осматривает камеру вне кадра. Говорит в сторону. Или, по крайней мере, на то, что она не сильно дорогая. Она вставляет в магнитофон следующую кассету. И, возвращаясь на диван, поднимает с пола плетеную сумочку и достает оттуда маникюрный набор и флакон с каплями. Джерелл. Мутный какой-то сериал. Не знала, что арт-хаусное кино может быть таким невыносимо длинным. Я устала. Копыт из флакона себе в глаза, нос и на язык. Если усну раньше, чем закончится эта кассета, то дальше я не буду пытаться смотреть. Девушка начинает подстригать ногти, но резко вздрагивает и отбрасывает от себя все маникюрные принадлежности. Она закрывает рот рукой и широко раскрытыми глазами смотрит объектив. Сжав кулак на лице, другой рукой она тянется к камере, но запись обрывается явно раньше, чем девушка успевает до нее дотянуться. Конец записи. 5. Начало записи. Девушка сидит напротив телевизора, боком камере, равномерно раскачиваясь в такт проигрываемой телевизором композиции. Синермен. Нина Симпсон. Руками она закрывает верхнюю часть лица. Помада нанесена неровно, комками. Сальные волосы убраны назад. Заметно, что на ухе девушки минимум 4 прокола. На журнальном столике стоят несколько карманных зеркалец, каждый из которых или разбито, или сильно загрязнено. Вормочет на одной громкости с музыкой. Прошу прощения за мой внешний вид. У меня кружится голова, и я не могу найти зеркало, поэтому пришлось краситься на очи. Зеркала, которые были тут, не мои, не этой девушки. В них отражается не лицо Миранды. Мне нужно видеть Миранду, иначе время будет потрачено зря. Эксперимент не имеет смысла, если Миранда не сможет выступить в финале. Именно Миранда расскажет всем, как это работает. Громко вздыхает, начинает царапать лоб. Пальцы размазывают что-то красное. Я искала. Искала даже в ванной. Мне было очень трудно. Тяжело дышать. Но те лица только похожи. Они не её. И от них воняют. Их невозможно рассмотреть. Телевизор выключается, и девушка резко срывается вглубь помещения. Лестница. Фокус камеры не настраивается на задний план. Стоя у её основания, она начинает что-то неразборчиво кричать. С каждым вздохом помехи на звуковой дорожке усиливаются. Джерел сгибается в долгом, переходящем на хрип-крике. И замирает так приблизительно на 10 минут. Хрип продолжается на звуковой дорожке до конца записи. Несмотря на то, что девушка, очевидно, больше не издает звуков. Опустив голову, она начинает идти обратно к дивану. Но через пару шагов замирает. И медленно разворачивается в сторону двери под лестницей. Открывая её, Джерел падает вперёд в открывшееся тёмное пространство. Следующие 6 часов до конца плёнки никаких изменений в комнате незаметно. Конец записи. 6. Начало записи. Первые несколько секунд темно. Слышно только громкие шорохи. Микрофонные помехи, играющие в отдалении, песня Ля Ранда, сопровождаемую сильным эхом. Картинка светлеет, это двигается. Чьи-то руки с сильно обкусными ногтями ставят камеру на бетонный пол напротив лестницы, уходящей вверх. Становятся видны худые ноги в грязных джинсах, которые человек тут же начинает снимать. И свернув, кладёт под камеру, чтобы объектив был направлен на дверь в конце лестницы. По лестнице поднимается худая фигура в пропитанной потом рубашке, сквозь которой видно обнажённое тело, лишённое каких-либо половых признаков. В руке гуманоида красная помада в чёрном футляре, которую он ведёт вдоль стены. На самой двери человек рисует большое сердце, с направленным в его центр стрелой. Когда он разворачивается к камере, происходит повторная фокусировка, в результате которой фигура оказывается размыта, а стены и лестница в резкости. Гуманоид трясётся и дорисовывает ещё две стрелки и рисунок на двери. Он начинает трогать рисунок пальцами, а затем быстро вводит ими по своему лицу. Делая шаг вниз, фигура оступается и скатывается по ступенькам, сбив камеру. В кадре теперь только растрескавшиеся губы, неровно накрашенные красной помадой, с прилившими к ней волосами. Цвет варьируется от тёмных оттенков до рыжего и более светлого, вероятно седого волоса. Как только песня заканчивается, рука со сросшим французским маникюром тянется к губам, аккуратно сложенной салфеткой. Когда помада начинает стираться, люди в кадре пропадают. Камера снимает лестницу и дверь ещё полминуты, после чего полосы помех разбивают рисунок помадой. Визуальные шумы быстро заполняют весь кадр. Спустя два с половиной часа снова начинают играть. Леоранда. Конец записи. Семь. Начало записи. Содержимое кассеты представляет собой 14 серии четвёртого сезона сериала «Отчаянной домохозяйки». Мэри Алис Янг. Бенден Стронг. За кадром. У моих подруг есть ритуал, который они соблюдают многие годы. Раз в неделю они собираются перекинуться в карты и поговорить о своей жизни. И, конечно, кроме покера и болтовни у этих собраний есть ещё один смысл. Раз в семь дней мои подруги собираются, чтобы вспомнить одну из главных человеческих истин. Нет на свете ничего важнее, чем самая верная дружба. Особенно в мире, где ничего не меняется. После вступления видеоряд соответствует неаномальной копии данной серии. Но звуковая дорожка состоит из повторения текста вступления. Причём каждый раз Стронг зачитывает его заново. Фиксируются незначительные отклонения в интонациях. Слышно дыхание между повторениями. После 42 минут повторение закадрового текста прекращается. Зритель видит персонажей Сьюзан, Терри Хэтчер, Линот, Фелисити Хаффман, Бри, Мария Кросс и Габриэль, Ева Лангория, играющими в покер на веранде дома последней. На всех, за исключением самой Габриэль, которая одета в строгий брючный костюм оранжевого цвета. Одежда соответствует той, что была на них в серии до этой сцены, где поверх накинуты белые лабораторные халаты. Габриэль. Без обид, Бри. На твоему муженьку самое место в тюрьме. Сьюзан. Или в сумасшедшем доме. Может, так будет лучше для него. Не думаю, что хоть один человек будет это творить, имея здоровую голову на плечах. Габриэль. Нет, определенно в тюрьме. Не стоит нам задумываться о том, что лучше для него. Если не посадят в одиночку, то на такого смазнимого быстро найдется лохматый папик. Линот. Габи, это было совершенно неуместно. Или тут играет роль личный опыт. Бри. Девочки, успокойтесь. Орсон знает, что делает. И в достаточной степени осведомлен о последствиях. Линот. Мне не нравится направление этой беседы. Габриэль. Никому, блять, не нравится. Линот. Он, несомненно, переступил черту. Но не стоит забывать, что он сделал это, чтобы обезопасить всех. Такова высшая цель. И я уверен, что вы тоже исследовали. А для достижения этой цели всегда существовали определенные риски, с которыми мы все так или иначе сталкивались. Габриэль. Эй, я тут все еще алло. Бри. Без обид, Габи. Но мне ни сучих с татуировками на копчике никому тут не интересно. Сьюзан. Бри, прояви чуть больше сочувствия. Орсон. Театральным шепотом. Пытал ее мужа. Габриэль. Что? И вы все об этом знали? Мотает головой. Заметно, что в отличие от показанного ранее в этой сцене у актрисы в ушах по четыре серьги. Я думал, о моем подруге. Линот. Я бы выразилась иначе. Скорее, товарищи по несчастью. Ну да, это правда. Извини, не думала, что это важно. В конце концов, твой муж сидел пять лет в тюрьме. На другом конце страны. Да и сама-то ни разу до этого его не вспомнила. Сцена меняется на рабочий кабинет Карлоса Солис, Рикарда Чавера. В офисе его компании. Согласно предыдущему сюжету серии, он слеп. И в кабинете, кроме него, находится также собака-поводырь. В руках Карлос держит пачку бумаг, но смотрит мимо нее. В кабинет входит Орсен Квордж. Кайл Мак Луклин. Но цвет глаз актера в этой сцене изменен на голубой. Он медленно подходит к рабочему столу. То и дело, вглядываясь в лицо сидящего мужчина. Орсен. Мистер Солис, я не вовремя? Мужчина неразборчиво мочит, не поворачивая головы. Я по поводу отчета, который вы просили меня сделать завтра. Извините, но боюсь, что я физически не успею это сделать. Можно ли выделить помощь для меня свободного специалиста на пару часов? Подойдя к столу вплотную, Орсен вытягивает одну из бумаг в руках Карлоса. И тут же рвет ее на мелкие кусочки. Орсен. Еще раз прошу прощения за беспокойство. Мне нужно идти. В любом случае, постараюсь не затягивать. Я понимаю, как это важно для вас. Когда персонаж Мак Локлина скрывается за дверью, Карлос с Солис убирает бумаги в стол. Запирает его, а ключ скармливает собаке-поводырю. Карлос. Какой замечательный молодой человек. Далеко пойдет. Напомню, не дать ему хорошие рекомендации в случае перевода или повышения. Сцена возвращается к женщинам за игральным столом. Но теперь вместо фишек на месте для ставок на столе стоит черный футляр. Губной помады. Звуковая дорожка то и дело перебивается неритмичными высокочастотными помехами. Игра в покер продолжается без видимых изменений. Сьюзан. Мне никогда не нравился этот. И эта чертова сказочная улица. Габри. И не говори. А этот вечно сопровождающий. Голос мудрой тетки на фоне прямо вымораживал. Гри. Видимо больше у нас ничего общего и нет. Удивительно насколько разным может быть жизненный путь. Хм. Трех женщин примерно одного возраста и уровня образования. Габриэль. Сквозь помехи. Эй. Ты конкретно нарываешься? Сьюзан. Предлагаю направить свою злость на... Не знаю как вы, но я все еще хочу отвесить ему пару смачных подщечин. Линот. Такую реакцию я бы ожидал от Габи. Но точно не от тебя. Сьюз. Успокойся и подумай. Как тебя учили? Габриэль. Я кстати не только вашему... Ебал бы. Ну и тому бородатому борому с красным бейджем. Линот. Вот именно. Орсуна определенно не стоило затевать это изначально. Но вовсе не. Текущего нашего состояния. Габриэль пасует, но сразу забирает помаду себе. Неся макияж, она тянется и целует Бри. Когда первая отстраняется, часть экрана разбивается вертикальными помехами, которые смазывают и вытягивают верхнюю половину ее фигуру за экран. Рыжая женщина поправляет пальцем отпечатки пигмента на своих губах. Передает поцелуй блондинке. Точно так же оказываясь срезанной помехами после этого действия. Линот достает из-под стола зеркальца, но тут же со вздохом убирает его обратно. Линот. Повернувшись к Сьюзан. За глаза извини. Это должно быть особенно неприятно. Сьюзан. Часть экрана снова застывает с соответствующим нарушением изображения. Сьюзан подносит пальцы к губам, начиная смазывать помаду, но останавливается, глядя прямо в камеру. Через минуту она встает и, судя по всему, начинает уходить. Но оставшаяся нетронутая часть кадра также зависает с продолжительно пищащим звуком. Конец записи. 8. Начало записи. Видеоряд до временной отметки 12.10 соответствует стандартной вещи с записи фильма «Шоссе в никуда». После помех на записи появляется темное жилое помещение. На узком диване, завернувшись сплет, сидит младший научный сотрудник Комов. Слышно размеренное дыхание. Съемка ведется с уровня приблизительно полметра от уровня пола. Но спустя час записи оператор поднимается и подходит к спящему мужчине ближе. Звук дыхания того тоже появляется на звуковой дорожке. Когда Комов просыпается, оператор отступает в глубь комнаты. Мужчина, судя по всему, не замечает съемку. Он проходит на кухню, включает кофеварку. Но заглянув в банку, тут же включает ее. Кадра следует за ним в ванную, где Комов умывается и бреется. Не прерывая этот процесс, даже справляя нужду. Перед тем, как покинуть санузел, он принюхивается и несколько раз щелкает переключатель вентиляции. Подхватив с тумбочки у выхода какие-то бумаги, мужчина проходит мимо оператора. Пока он возится с воротами, съемка следует к машине, перемещается внутрь. Камера оказывается за передним пассажирским сидением. Через несколько минут Комов садится за руль. Во время поездки кадр постоянно направлен на водителя. Восстановить путь не представляется возможным. Остановившись, судя по звукам на светофоре, Комов тянется за бумажным пакетом с логотипом доставки еды, лежавшим на пассажирском сидении, и доедает из него пирог с темно-красной ягодной начинкой. Через 2,5 часа автомобиль паркуется на участке зоны 7. В кадре видно множество сотрудников фонда, проходящих через КПП-8. Камера аккуратно обходит людей, идущих в обоих направлениях, стараясь не сводить съемку со спины мужчины, переводя объектив на сотрудников службы безопасности лишь при проходе через рамку. Поднявшись с группой сотрудников на лифте, оператор перестает следовать за Комовым, и проходит вместо этого в кабинет АХО, где, судя по стабилизировавшейся съемке, ставит камеру на стол. В кадре появляется большая картонная коробка и сильные израненные женские руки с обкусными ногтями, на которых можно различить остатки французского маникюра. Женщина складывает кассеты в коробку, затем тянется к камере. Конец записи. Сформировать отчет и направить куратору? Да нет. Нет. Очистить журнал? Да. Журнал чист. Дополнение. 2 марта 2018 младший научный сотрудник Комов получил повышение, после которого продал частный дом и переехал в бюджетную квартиру из предоставляемых докторам фонда. До настоящего момента других угроз в адрес Комова не поступало, но по причине того, что фонд до сих пор не располагает однозначным объяснением того, что произошло 5 ноября 2017, доктор сохраняет охранный статус. В восстановлению данных на видеокассетах по настоянию куратора назначен высокий приоритет. Обновлено от 4 апреля 2018 года. Доктору Комову более ничего не угрожает. SCP-1156 назначит низший приоритет. Списание ВАЭМ на усмотрение куратора. Доктор М. Уиллер. В фонде нет. Доктор Мэрион Уиллер. Синдром молчаливых законов. В осколках стекла среди обломков разрушенного здания отражались низкие красные облака, из-за чего казалось, что повсюду всё еще тлеют угли. Неподалёку лежала штатная рация фонда, покрытая слоем жирной пыли, которая объедала стайкой небольших влажных организмов. Существа слабо светились на манер аргоновой лампы и чем-то походили на многоножек. Но когда одна из них, отброшенная сородичами от кормушки, проползла там, где находился бы его ботинок, стала заметна её фрактальная форма, удлиняющаяся и деформирующаяся для имитации движения. Крайне не рекомендую снимать очки без необходимости, особенно во время еды. От лёгкого тачка, проходящего мимо коллеги, перфорационные очки сами упали на адрес. Багровые останки тотчас сменились серостью бетонного мозаичного пола, на котором между потёртых сапог агента сейчас красовалась свежая алая клякса. Достав из куртки платок, он аккуратно вытер дорожку кровавой слезы. Уже собиравшийся на кончике носа в новую тяжёлую каплю, и только потом поднял голову. Я слышал, что некоторых из наших ловили сидящими вот так, капающими слюной перед стеной, с диким стояком. Ходил слух, что потом, глядя в зеркало, эти люди всегда смотрят в дуло табельного оружия. Ранним утром двое агентов в одинаковых пластиковых чёрных очках были единственными посетителями общей столовой главного корпуса зоны 3. Ты что, всё время так просидел? Исаев пододвинул к себе одну из чашек с остывшим кофе. «Картошка вон совсем не тронута, потому что она паршивая, как и здешний кофе, кстати. Ты бы хоть для разнообразия поел, чтобы через пару часов в машине не начинать снова жаловаться на протеиновые батончики. Что, мы здесь уже закончили?» Константин едва ли скрывал своё раздражение. Он трясся более трёх суток в машине наедине с напарником, запивая кофеиновые таблетки тёплой водой, когда наступала его очередь садиться за руль. Столовая стала его личным первостепенным пунктом назначения по прибытию в Зону 3 всего полчаса назад. Исаев же пообещал присоединиться чуть позже и в своей серой льняной рубашке быстро затерялся в потоке похожих друг на друга офисных крыс. Вместо ответа невысокий мужчина поставил на стол пластиковый контейнер с зелёной наклейкой со штрих-кодом. Коробочка без проблем поместилась бы в его кармане форменной куртки оперативника, если бы она на нём была. «Да, ставим обратно в седьмую, да забудем про это лет на десять». Вслед за контейнером на столе появилась папка со всего двумя листами бумаги. «Нужно, чтобы дело немного там запылилось. Одному тебе было с этим никак не справиться? Долго. Да и вдруг случилось бы чего? Неправильно это по одному на ответственные поручения выезжать. Зачем оно?» Константин кивнул тяжёлым подбородком на маскированный объект. «Седьмой зоне ты мне, конечно, не расскажешь. Сам посмотри». Увидев, что напарник открывает рот, наверняка, чтобы ядовито вернуть замечание о снятии очков без необходимости. Исаев устал и уточнил, что там недалеко, в диапазоне 20 лет. «Тебе даже больно не будет». В коробочке оказалась обычная губная помада в чёрном футляре. Константин поднял очки на лоб. Он увидел множество женских рук, перепачканных густой красной субстанцией. Срывают ногти, а старую деревянную дверь. Он увидел, как человек в защитном костюме, маленьким пылесосом собирает желеобразную массу с фрагментами кожи, мышцы ногтями, длинных рыжих волос и с голубой ванной, в которой обнажаются кости. В очередной раз с начала своей службы он порадовался, что не видит запахи. Он увидел, как женщина средних лет с короткими тёмными волосами, прижимая к носу платок, табельным пистолетом подцепила и выудила, казалось бы, из ниоткуда окровавленную ключ-карту сотрудника фонда второго уровня допуска. Мотнув головой, Константин вернул очки на место. Его напарник тем временем закончил вычёркивать информацию на одном из листов документации по объекту. И сейчас задумчиво крутил в тонких пальцах маркер, вычитывая оставшиеся данные. «Отвратительно. И совсем не отвечает на мой вопрос. Зачем мы прём это в седьмое? У меня в куртке». Исаев на секунду замер. «В машине досье одного из новеньких. С начала того месяца работает в организации. Надо было тебе сперва дать его хотя бы почитать». Константин лишь возмущённо фыркнул. «Из всего тихого течения работать с этим человеком было тяжелее всего. Несмотря на гладкое чистое лицо и густые волосы, Исаев был одним из самых старых оперативников группы. И рядом с ним коллег раздражала не только иногда казавшаяся фальшивая рассеянность, но и сам факт того, что со временем они станут такими же. В будущем этот объект поспособствует продвижению по службе одного из сотрудников. Этот сотрудник проработает в фонде много лет, прежде чем присоединиться к повстанцам хаоса, которые, впрочем, быстро избавятся от него. Загорелые руки сложили второй лист сопроводительной документации и начали медитативно разрывать его на мелкие кусочки. После захвата одной из этих банд фонд найдёт зашифрованные исследования, которые будут заархивированы и декодированы только после того, как до кого-то дойдёт перебором применить к ним ID переметнувшихся сотрудников. Клачки бумаги агент сыпал недопитый кофе и сделал паузу. Было неясно, избегает ли он так ответа на вопрос или просто засмотрелся на то, как секретные данные тонут в чашке. На основе тех исследований будет разработан состав, который будет широко применяться нашей организацией. Когда? Не скоро. Далеко. Не знаю. Он пожал плечами. У меня было слишком много дел, чтобы рискнуть слечь с ожогами мозга, проверив всё лично. Перед дальней дорогой Константин решил всё-таки доесть холодный обед. Пока он жевал котлету, притихший Саф отколупывал ключом от машины наклейку с контейнера. Всё ещё в тишине они спустились на стоянку. Дрожащий от осеннего ветра невысокий мужчина, трусцей пробежал к белому паджеро, чтобы как можно быстрее закутаться в куртку. «Что-то ты с утра совсем мрачный». Наконец нарушил молчание Исав, когда его напарник тоже подошёл к машине. Он отогнул рукав на левой руке и непривычно развернул её. В отличие от многих, те часы, которые шли, у него были надеты циферблатом к себе. «Время удачное. Давай я тебе кое-что покажу». Исав снял очки, что заставило Константину вздрогнуть и отвести взгляд. Это была другая причина, по которой с ним не хотелось работать. Близко посаженные глаза опытного оперативника выглядели не просто старыми, по-настоящему древними. Широкий неподвижный зрачок был подёрнут жёлтой дымкой катаракты, а плотный узор сосудов на белках делал их красными, как у какого-нибудь вампира. У самых ресниц кожа была покрыта красно-коричневыми кератомами, пятна которых терялись в глубокой сетке морщин. Если бы не пульсирующие сосуды на краю тяжёлых синеватых нижних век, его глаза бы можно было принять за мёртвое. «У нас впереди долгая поездка. Это не займёт много времени». Константин тоже снял очки и посмотрел вперёд, ощущая неприятную щекотку глубоко в носу. Верный признак того, что он смотрит гораздо дальше собственной продолжительности жизни. Там, где только возвышались корпуса зоны 3, теперь были лишь обломки. Над вплавленными друг в друга под сумасшедшими углами остатками стен столбами выселились прозрачные, светящиеся аргоном сложные фракталы. «Окей, пустота и разруха. Почти так же, как и в 23-й седьмой». Он подумал, что Исаф или хочет преподать какой-то странный урок, или уничтожить его настроение на всё время грядущей поездке, исчерпывая ещё ответ на невысказанный вопрос о том, почему не нужно без необходимости заглядывать так далеко. «Спасибо за мудрость. Не туда смотришь». Не успел он повернуться к напарнику за уточнениями, как прямо сквозь них пронеслись два бронированных грузовика. Только шок от неожиданности и отсутствия звуков помешали Константину физически отпрыгнуть, рискуя попасть под машину в настоящем. Грузовики едва не опрокинулись, остановившись прямо у одной из фрактальных фигур, которая при их приближении задрожала и рассыпалась. Они были довольно далеко, но ничего не мешало агентам увидеть на боках машин, укреплённых не только листами железа, но и всяким мусором. Знакомый знак в виде круга с тремя стрелами, криво нарисованной краской из баллончика. Из них по направлению к развалинам выбежали люди в герметичных костюмах, к спинам которых были присоединены длинные синеватые шланги, тянущиеся откуда-то из глубины кузова. «Зачем они тут?» – удивлённо поинтересовался молодой агент, утирая начавшую капать из уголка глаза кровь. «Они тут. Разве важно зачем?» Субтитры создавал DimaTorzok